Министр for Foreign Affairs of the Russian Federation Уважаемый господин председатель, коллеги, в последний месяц удалось достичь значительного прогресса в деле урегулирования проблем корейского полуострова. В регионе заметно снизилась напряженность в результате объявленного в апреле Пхеньяном моратория на ракетные пуски и ядерные испытания, закрытие полигона в Пхунгире и решение Соединенных Штатов и Республики Корея отложить на неопределенный срок проведения летних военных маневров. Отмечаем успешное выполнение межкорейских договоренностей, договоренностей зафиксированных в Пханмунджомской декларации от 27 апреля и сентябрьский визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику президента Республики Кореи Мунджиина, в ходе которого была подписана Пхеньянская декларация. В ней зафиксировано намерение корейских сторон наращивать разноплановое сотрудничество, а также обязательства Пхеньяна по демонтажу ракетного полигона в Тончании и закрытию ядерных объектов в Йонбене, что вселяет надежду на стабилизацию обстановки в этой части мира. Россия активно поддерживает сближение между Югом и Севером Кореи и урегулирование проблем корейского полуострова в целом. Давно призывали к этому партнеров, в том числе в рамках реализации, принятой летом прошлого года России и Китаем, соответствующие дорожные карты, которые сегодня де-факто воплощаются в жизнь. Убеждены, построение доверия является ключом к регулированию проблем корейского полуострова политико-дипломатическим путем. Достигнутая в Пхеньяне договоренность между Севером и Югом о восстановлении железнодорожного и автомобильного сообщения – важнейший шаг в этом направлении. Призываем членов Совета поддержать инициативу Пхеньяна и Сюла, которые полностью отвечают духу принятых нами решений. Недопустимо, чтобы санкции в отношении КНДР становились инструментом коллективного наказания. Отсутствие доверия между Вашингтоном и Пхеньяном препятствует разработке совместных мер, которые стороны могли бы предпринять синхронно и поэтапно, чтобы продвинуть общий процесс урегулирования. Предлагаем совместно подумать о системе международных гарантий безопасности, которая стала бы решающей предпосылкой для решения задачи денуклеаризации корейского полуострова. В условиях, демонстрируемой Пхеньяном готовности к сотрудничеству и позитивных подвижек в деле стабилизации обстановки в регионе, все более несвоевременной выглядит навязываемая нашими западными партнерами линия на дальнейшее закручивание санкционных гаек в отношении КНДР. С учетом того, что Пхеньян предпринял ряд важных шагов в сторону денуклеаризации, казалось бы, логично было бы эти усилия поддержать, предложить что-то взамен в целях сохранения нынешнего позитивного импульса. В этой связи хотел бы услышать разъяснение о причинах, по которым некоторые наши коллеги в Совете безопасности упорно отвергают возможность любого позитивного сигнала со стороны Совета в отношении предпринимаемых Пхеньяном шагов, в направлении денуклеаризации корейского полуострова. Хотел бы напомнить, что любые переговоры – это улицы с двусторонним движением, шаги КНДР на треке поэтапного разоружения должны быть запараллелены с ослаблением санкций. Действие должно идти в ответ на действие. Это необходимо для того, чтобы избежать ситуации, которая сложилась, например, вокруг СВПД, когда наши американские коллеги под надуманными предлогами в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки, тем самым нарушив обязательства по резолюциям Совета безопасности ООН. Институты и механизмы ООН и её Совета безопасности должны задействоваться для поддержки процессов урегулирования и межкорейского диалога, а не становиться для них преградой. Только тогда можно будет говорить об эффективном решении накопившихся в регионе проблем, включая ядерную, на основе взаимоприемлемых договорённостей. С санкциями и давлением достичь этого будет сложно, если не невозможно. Перегибы в задействовании санкционного инструментария Совета безопасности уже стали причиной того, что государства-члены и международные организации зачастую не могут в нормальном режиме поддерживать с КНДР даже гуманитарные, спортивные и дипломатические связи, которые не имеют никакого отношения к развитию ракетно-ядерных программ. Дальнейшее наращивание санкций уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещённых ракетно-ядерных программ Пхеньяна и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными тяготами. Уместно, кстати, напомнить, что все резолюции Совета безопасности по КНДР содержат не только санкционную составляющую, но и положение о мерах по достижению политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Игнорирование этих положений равносильно несоблюдению достигавшихся в Совете консенсусных договорённостей по КНДР. Ещё большее отторжение вызывают так называемые автономные или вторичные санкции против КНДР и других государств, которые вводятся с Соединёнными Штатами и некоторыми их союзниками в обход и сверх санкции Совета безопасности. Такие односторонние рестрикции не только попирают суверенитет и законные интересы стран-членов и противоречат нормам и правилам международной торговли, но и подрывают целостность согласованных по линии Совета безопасности ограничений. Вновь призываем те страны, которые вводят такие санкции, отказаться от этой практики. Констатируем, что всё чаще эти рестрикции становятся инструментом недобросовестной конкуренции и отпугивания бизнес-операторов из третьих стран. Пример КНДР в этом плане весьма показательный. Даже то, что не запрещено санкционным режимом Совета безопасности, реализовать крайне сложно, ввиду наличия таких незаконных практик и боязни предпринимателей попасть в запретительные списки. Недопустимы попытки освещать такие рестрикции авторитетом Совета безопасности или его Комитета 1718, а также ставить через этот Комитет под сомнение приверженность тех или иных стран неукоснительному выполнению резолюции Совета по Корейской Народно-демократической Республике. Мы выступаем за то, чтобы и Совет, и Комитет 1718 максимально содействовали нахождению политико-дипломатических развязок проблем Корейского полуострова и помогали созданию в Северо-Восточной Азии механизма многосторонней безопасности. Считаем также своевременным, чтобы Совет безопасности направил чёткий сигнал в поддержку позитивной динамики развития ситуации вокруг Корейского полуострова. Это можно было бы сделать, например, путём принятия соответствующей резолюции, проект, который мы хотим подготовить и предложить Совету безопасности его обсудить. Считаем также важным регулярно оценивать целесообразность пересмотра тех или иных рестрикций в отношении КНДР по мере движения Пхеньяна к отказу от ядерного оружия. Например, можно подумать хотя бы о каких-то небольших шагах. В резолюциях Совета безопасности допускается пересмотр ограничений в случае продвижения на политическом треке. В Пханмунджомской и Пхеньянской декларациях стороны подтвердили, как я уже говорил, заинтересованность в реализации совместных экономических проектов. Давайте подумаем, если все мы приветствовали эти договорённости, подумаем над тем, чтобы создать в Комитете 17-18 особые условия для рассмотрения заявок на изъятие санкционного режима для осуществления проектов межкорейского сотрудничества, о которых договорились Пхеньян и Сеул. Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами в целях обеспечения мира, стабильности и всеобъемлющего урегулирования проблем корейского полуострова на основе равноправных и недискриминационных переговоров с участием всех заинтересованных сторон. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.